Здравствуйте! Время новостей на нашем канале в студии Елена Пахомова. Коротко о некоторых темах выпуска. Я как бы оставляю люфт для зрителя, возможность увидеть то или другое. Работы Валерия Мишина за последние семь лет представили в галерее Зураба Церетели. Мы постараемся схоронить ту атмосферу этого места, которое сейчас присутствует. Музей-усадьбы художника Павла Щербова в Гатчине закрывают на реставрацию. Алла была заметной девушкой в то время и более она общалась с ватагой омских озорников, омских футуристов и наверняка она же служила и музой. Женский портрет кисти Давида Бурлюка пополнил коллекцию Омского музея имени Врубеля. Произведение петербургского художника Валерия Мишина выставили в галерее Зураба Церетели. В экспозиции более 70 живописных и графических работ последних лет. Она получила название по умолчанию. Алия Шерифулина подробнее. На любые вопросы о своем искусстве влюбленный в джаз Валерий Мишин цитирует американского саксофониста Джеймса Картера. «Все играют так, как могут, а я играю, как хочу». Для художника дать волю импульсу куда важнее, чем создать шедевр. Эту выставку он решил назвать по умолчанию. И молчание здесь ключевое слово. Импульсы не требуют расшифровки. Искусство в разные времена выполняло разные функции, разные задачи. От таких целенаправленных и до свободных. Я просто, хотя я рисую целенаправленно, как всегда предполагаю, знаю, что я делаю. Но я как бы оставляю люфт для зрителя возможность понять так или по-другому, увидеть то или другое. В Валерии Мишине сошлись довольно разные линии культуры. Его учителями были и младший футурист Павел Хожателев и Глеб Савинов, сын одного из художников группы «Мир искусства». Он один из немногих, кто умеет совмещать и могучую прозу, графики и загадочную, полную из закодированных смыслов живопись. Мишин даже разработал свой метод «ре-ре» или остаточный реализм. «Всё оставляет след», говорит художник, и делает отиск реальных предметов на поверхности холста. Валерий Мишин художник и поэт. И вот это в каждой работе, наверное, видно. Потому что каждая работа это метафора, ну вот, скажем, пейзаж, где домики соты. И там как бы нет человеков, нет людей, но они как бы присутствуют каким-то дуновением ушедшего человека. Да вот он ушёл, и остался поток ветра. Валерий Мишин ещё и читатель, который вчитывается и вычитывает, скажем, может быть больше, чем поверхностный читатель. Эта работа, посвящённая творчеству замечательного великого русского писателя Евгения Ивановича Замятина. Вот эти две склонённые друг к другу фигуры, это как бы, ну вот, ощущение трагедии. Мишин создавал графические иллюстрации к произведениям Пушкина, Карамзина, Маяковского, Сологуба. Но в последние годы он всё сильнее поглощён живописью и даже настаивает на её первичности для художника. Здесь его работы созданы за последние семь лет. Причудливые пейзажи, фантастические конструкции домов, лица, натюрморты — всё то, чем по умолчанию восхищён художник. И в заключении он цитирует Тютчева «Всё во мне, и я во всём». Алья Шерифульна, Александр Зубарев, Новости культуры. В Ханты-Мансийске открылся 25-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Учредителями форума стали правительства Ханты-Мансийского автономного округа, Югры и ВГТРК. Фестиваль проходит в формате очных встреч и конкурсных показов. Многие из них транслируются на медиаплатформе «Смотрим». В первый день показали фильмы победителей прошлых лет и подвели итоги детского конкурса. Участниками этого года стали 350 программ, репортажей, видеосюжетов и документальных фильмов на тему экологии. Работы разные, в целом достаточно высокого уровня. В большей степени отрогают мировоззренческие сюжеты. Те, что касаются экологии души, касаются человеческого мировосприятия. Потому что если мы в мозгах не наветём порядок, то, к сожалению, свалки как были, так они и будут. Мы часть природы, и если мы её каким-то образом растопчем, то мы погибнем сами. То есть мы под этими обломками рухнули. Музей-усадьбы у художника Павла Щербова в Гатчине закрывают на реставрацию. Здание сохранит все исторические элементы, а с экспозицией произойдут изменения. Екатерина Грициенко продолжит. Такого образца северного модерна во всей Ленинградской области не найти. В стену встроен уличный камин для чаепитий в саду. В доме 1911 года постройки было электричество и даже телефон. Но любоваться внутренним убранством больше нельзя. Усадьбу в Гатчине закрывают на реставрацию. Здесь, возможно, будут сделаны фотозоны. Может быть, они будут на улице, может быть, они будут в городе. Здесь будут мультимедиа, всевозможные решения использованы. Но мы постараемся сохранить ту атмосферу этого места, которое сейчас присутствует. Павел Егорович Щербов — карикатурист. Творил в конце 19-го, начале 20-го веков. Он первым стал экспонировать карикатуры на выставках, а не только печатать в журналах. Почти все рисунки в музее — это копии. Успех художника подтверждает один только факт. Картины Щербова были проданы еще при его жизни. Базар 20-го века — самая известная и самая дорогая работа Щербова. Он продал ее Третьяковской галереи за 3 тысячи рублей. На картине более 100 известных персон своего времени. Многих можно узнать и сегодня. Вот, например, Валентин Серов просит милостыню, а Сергей Дягилев в костюме няньки везет в коляске своего протеже. Карикатура высмеивает искусство 20-го столетия. Высмеивал Щербов мещанство и времяпрепровождение представителей высшего общества. На этой карикатуре изображен Шаляпин. Она так и называется. Шаляпин гримируется. Федор Иванович и Щербов были близкими друзьями. Несколько есть карикатур, посвященных Шаляпину, но они в основном такие дружеские шаржи. Не очень злые. Шаляпину не доставалось так, как, например, Сергею Дягилеву. Герой другой картины Александр Иванович Куприн. Нередко друзья отдыхали в этом кабинете с тигриной шкурой на полу. Павел Евгеньевич путешествовал по миру, а этнографические находки передавал русскому географическому обществу. Кстати, заграничный паспорт оказался в числе открытий, сделанных при подготовке к реставрации дома. В кладке капитальной стены специалисты нашли конверт с фамильной печаткой и семейными документами. Был там и банковский лист на тысячу рублей. Каждый квартал купоны отрезали, обналичивали и получали проценты. Самое интересное, здесь видно, что купоны отрезаны, но последний купон в наличии, который должен быть обналичен 1 декабря 1917 года. После Октябрьской революции все займы государственной Российской империи были аннулированы, и, собственно, деньги превратились в бумажки. Эти находки, как и все предметы коллекции, отправят на временное хранение в Дом культуры деревни Батова. Реставрация особняка займет не меньше двух лет. Екатерина Грициенко, Александр Поповцев и Александр Горохов. Вести из Ленинградской области. Коллекцию Омского музея имени Врубеля пополнил женский портрет кисти Давида Бурлюка. Картина была создана во время Большого сибирского турне художника в 1919 году. Рожеволосый музей футуристов Динара Шамец. В начале прошлого века в доме Леонида Мартынова часто собирались молодые омские писатели, поэты, художники и музыканты, вдохновленные творчеством столичных футуристов. Среди них была и Алла Васильева, студентка Омского худпрома. Алла была заметной девушкой в то время, и, тем более, она общалась с ватагой омских озорников, омских футуристов, и наверняка она же служила и музой, потому что мы знаем несколько портретов Аллы, выполненных художниками этого круга, и знаем, что Леонид Мартынов, например, посвящал ей стихи. Рожеволосая муза омских авангардистов покорила и Давида Бурлюка. Во время Большого сибирского турне между литературным диспутом и выставкой Грандиазаром эпатажный художник посетил дом Васильевых. Отец был литератором, он известен в Омске как автор обзоров культурной жизни и, прежде всего, музыкальной. И его многие знают под псевдонимом «Дядя Ваня». И вот, кроме того, известно также, что он был коллекционером, потому что он на выставке показывал свои произведения. Он сочувственно относился к футуристам. И, конечно, когда в Омск в марте 2019 года приехал Давид Бурлюк, отец российского футуризма, Фёдор Васильев пригласил его в гости. Он заказал ещё портреты. Портреты своих дочерей Эли и Аллы. Судьба портрета Эли неизвестна. О изображении Аллы долгое время считали портретом сестры Давида Бурлюка Марианны. По каталогу 1919 года и газетным вырезкам хранителю Омского музея изобразительных искусств Ирине Девятьяровой удалось доказать, что моделью художника была всё же Алла Васильева. Отправляясь в Москву на учёбу в Авхутемас, она взяла с собой и эту картину. В 1938-м после расстрела мужа Васильева была репрессирована. Семейную реликвию, работу кисти Бурлюка, хранила её мать. Спустя век полотно вернулось в Омск и пополнила коллекцию сибирского авангарда. Динара Шамет, Станислав Олюжинч, Вячеслав Назаренко, Новости культуры, Омск. Петербургский музей-институт семьи Рерихов отмечает 20-летие. Его фонды насчитывают около 15 тысяч предметов, связанных с жизнью и творчеством знаменитой семьи. Познакомиться с наследием Рерихов можно и в научном центре. Анна Лавронова о дальнейших планах музея. Собрание музея-института Рерихов в Петербурге хранит свидетельство родственных связей семьи с князьями Путятинами и голенищевыми Кутузовыми. По экспонатам можно проследить близкую дружбу с Мусоргским, Римским, Корсаковым. Он, кстати, за этим роялем провел не один вечер. Музицировал во время чаепитий. Это так называемый Петровский шкаф, купленный им в Гапсале. Старый, 18 века, красного дерева. Если вы посмотрите правее, вы увидите Николая Константиновича сидящего за этим шкафом. Вещи семьи сохранились не полностью. Многие предметы утрачены в годы войны и репрессии. Но все, что уцелело при поддержке города, перевезли в особняк, где жил художник и коллекционер Михаил Боткин. Николай Рерих неоднократно здесь бывал. Один из самых уютных уголков музея – сказочный терем. Это объемная копия рериховского эскиза к музыкальной суете Константина Лядова-Кикимора. Арт-объект оформлен в так называемом зверином стиле. Здесь использованы изображения подлинных предметов, найденные археологами в конце 19 века в районе Перми. Археологическая тема раскрыта в нескольких залах. Этой науке Константин Николаевич, член профильной императорской комиссии, посвятил значительную часть своей жизни. Вот предметы с первых раскопок в Великом Новгороде. Рукописные страницы – это научные труды с зарисовками ученого, так называемые художественные фиксации. Сотрудники музея продолжают дело Николая Рериха. Проводим самостоятельно археологические исследования по маршрутам рериховских экспедиций. Найденный оленный камень – это один из предметов изучения. А вот картины берут для временных выставок в других музеях. Экспозиция «Пути благословения» – это почти 100 картин Николая и Святослава Рерихов из Государственного музея Востока. Мы уже открыли первую выставку «Чаша, не отпитая Русь». В июне открывается как раз на этом этаже, где мы с вами находимся, в этом зале вторая выставка, собственно, держава Рериха. Третий этап «Чаша, не отпитая Монголия». И всё это в течение года смогут увидеть наши посетители. В особняке Боткина, где находится музей, сейчас реставрация. Останавливают вторую лестницу для посетителей. Будут работы на первом и цокольном этажах. Кровлю и фасад уже привели в порядок к юбилею. Анна Лавронова, Сергей Скрипкин, Александр Горохов, Вести, Петербург. В Российском этнографическом музее готовится к открытию выставка «Катар. Между морем и пустыней. Искусство и наследие». Это центральный проект культурной программы «Государство Катар». Гости 24-го Петербургского международного экономического форума. Он начинает работу в северной столице. Мы открываем не столько для себя Катар, наверное, сколько самих себя, глядываясь в другие народы. Поэтому это тот принцип, на котором работают очень многие этнографические музеи мира. Показывая разное и, казалось бы, экзотичное, мы находим то общее, что нас объединяет как жителей этой земли. Сейчас специалисты устанавливают декорации и распаковывают экспонаты. Всего их больше двухсот. Это предметы из коллекции Национального музея Катара, частного собрания шейха Фессала бин Касима Альтани, а также Арабского музея современного искусства в Дохе. Артефакты 16-20 веков познакомят посетителей с историей, искусством и бытом страны Ближнего Востока. Экспозицию разделили на тематические зоны, ковры, ювелирные украшения, музыкальные инструменты, военное снаряжение, предметы для соколиной охоты. Отдельный стенд рассказывает о традиционной катарской технологии добычи жемчуга. Добыча жемчуга была единственным видом экономической деятельности в Катаре, и коврик является олицетворением этого нелегкого ремесла. Когда ныряльщики выходили на сушу, они отдыхали на таких ковриках. Мы также показываем и другие интересные предметы, которые использовались во время промысла. После нашего выпуска смотрите программу «Наблюдатель». Сегодня она посвящена выставке «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство». Новый проект «Росэзо» с Юлией Панкратовой обсудят куратор экспозиции Александра Харитонова, участники выставки художник Павел Отдельнов и художник-кандидат искусствоведения Егор Кошелев, а также Наиля Рустаева, член Ассоциации искусствоведов. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok